Привет! Это подборка товаров с Алиэкспресс для дома. Я постарался найти самые популярные товары с большим количеством положительных отзывов и минимальной ценой. Поехали! Импакт с головкой 1,2 дюйма. Основным отличием от шуруповёрта является наличие тангенциального удара, при котором крутящий момент передаётся не постоянно, а импульсом, что в свою очередь обеспечивает высокий крутящий момент. Можно использовать как гайковёрт. Минициркулярная пила. В отличие от своего старшего брата, минициркулярка более компактна и ей можно свободно работать одной рукой. Как и на стационарных пилах, здесь также можно устанавливать глубину пропила. Гравер дека мощностью 350 Вт. При подключении гравера в сеть дисплей отображает минимальную скорость. Можно выставить нужную, а потом уже включить сам гравер. Можно менять скорость во время работы. Это довольно мощный гравер с цифровым управлением в эргономичном корпусе с отличной комплектацией и всё это за разумную цену. Биения нет, вибраций нет. Корпус выглядит и ощущается монолитным и крепким. Инструмент в использовании очень прост. Все насадки устанавливаются легко, отчасти благодаря фиксации вала, в результате чего оснастка затягивается и откручивается без проблем. Есть место для крепления гибкой насадки. Полировальная машинка. Используется для полировки кузова автомобиля, мебели, ламината или других поверхностей. Полировальные круги изготовлены из меха и имеют диаметр 150 мм. Мощность машинки можно регулировать изменением количества оборотов. Клеевой пистолет с набором стержней. Пистолет способен выполнять множество различных задач, подклеить отставшие обои, герметизировать стыки, заполнить монтажные швы и прочее. Самое главное преимущество клеевого пистолета – это быстрое склеивание поверхности в течение нескольких минут. Гравер дека мощностью 150 ватт. Идеально подходит для полировки небольших деталей. В наборе есть много разного, что очень хорошо. Есть что выбрать для определенных работ. Теперь о работе. Биения вала очень малы. У меня нет прибора это измерить. Сужу по визуальным наблюдениям и работе с тонким сверлом. Работает он не шумно, греется мало. Для моих целей подойдет идеально. В передней части имеется кнопка фиксации для замены оснастки и цанги. В задней части кнопка включения. Аккумуляторная цепная пила. Бензопила нужна для частного дома и для больших объемов. Сетевая не очень мобильна, а вот аккумуляторная для дачи самое то. Масляный насос для смазки пильной шины присутствует. Аккумуляторная воздуходувка. Очень полезный инструмент в хозяйстве. Может работать как пылесос и как воздуходувка. Мешок для пыли есть в комплекте. Пригодится для розжига, мангала, печи или костра. С ним легко очищать и продувать системные блоки и другие аппараты от пыли. Набор насадок, состоящего из 188 предметов. Этот набор дает тебе право на ошибку, если даже не угадал с насадкой. Всегда есть запасная или аналогичная. По куполу в дополнение к граверам для мелких работ в домашнем хозяйстве. Размер и качество расходника с головой хватает для работ по дому. Плюс количества и разнообразия в упаковке определенно хватит для различных видов работ, отрезки и гравирования, дошлифовки и полировки. Много расходников, есть паста ГОИ. Наличие кейса радует, весь инструмент перед глазами и удобно расположен под рукой. Полноразмерная дисковая пила с питанием от аккумулятора. Имеет бесколлекторный двигатель, диски с посадкой 20 или 25 мм. Максимальный диаметр 190 мм. Есть все регулировки по отступу, глубине и наклону. Микроскопы со встроенной камерой и дисплеем для ремонта электроники и печатных плат. Они не только позволяют делать снимки, но и имеют возможность подключения к внешнему монитору. Классический оптический микроскоп. Для ремонта, хотя и для бытовых целей тоже, тем более для учебы, будет полезен простой бинокулярный микроскоп с оптическим увеличением 20х. А для пайки печатных плат в комплекте идет светодиодная подсветка. Цифровой лазерный инклинометр. При выполнении измерений вы можете включить оба лазера с левой и правой стороны, что сделает измерения более точными. Встроенный в корпус магнит позволяет крепить цифровой транспортир к любой металлической поверхности. Медные насадки на клеевой пистолет. Порой стандартным соплом клеевого пистолета очень сложно аккуратно выполнить работу, ведь клей подается большой каплей, что само собой довольно неудобно для проклеивания труднодоступных мест. В таких случаях на помощь могут прийти медные насадки. Тестер напряжения в проводах зажигания. Необходимо просто поднести ручку тестера к высоковольтному проводу при работающем двигателе. Равномерное мигание лампочки указывает на то, что система зажигания выдает высокое напряжение, которое не уходит в землю. Валик с автоматической подачей краски, который можно использовать для непрерывной работы по равномерной окраске больших стен одним слоем. Краска подается непосредственно через удлинительную ручку, что позволяет исключить дополнительные шланги в конструкции изделия. Зарядное устройство LiTocala Li500. Можно сделать тест емкости и узнать о состоянии своего аккумулятора. Проверить сопротивление. Есть режим разрядки. Помимо литий-ионных батареи, есть поддержка никелевых аккумуляторов. Адаптер сабельная пила. Для превращения дрели или шуруповерта в сабельную пилу или электролобзик. Сабельки и лобзики хороши для своих задач, поэтому если нет возможности их приобрести, можно использовать данный адаптер. Насадка для автоподачи саморезов. Очень полезная вещь для отделочников и строителей, особенно для тех, кто часто работает с гипсокартоном и гипсоволокном. Там приходится заворачивать сотни саморезов, причем очень часто под потолком в неудобной позе. Шпиндельный адаптер М10. Позволяет работать различными дисками от болгарки, но уже от шуруповерта или дрели. Как по мне, этот адаптер будет незаменимым при различных полировках, где иногда нужно работать с малыми оборотами. Работать отрезными дисками не советую, ибо нет кожуха. А это видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Все ссылки будут в описании и в первом закрепленном комментарии. Также смотрите следующий ролик с этой заставки с не менее интересными вещами для дома с сайта Алиэкспресс. Всем добра!